Внешне она была совсем не похожа на командира боевой Авиационной эскадрильи, ее темно-карие глаза всегда излучали какой-то мягкий свет А в уголках губ играла улыбка Может быть поэтому в полку ее чаще называли Лелей, а не Ольгой Хотя ее настоящее имя гораздо больше отвечало требовательному и волевому характеру Гнев, лети на крыльях эскадрильи Бомбами обружься на врагов За грабеж кровавый и насилие И за пепел наших городов В начале 1943 года под ударами войск Красной Армии фашисты отступали с Кубани на Кавказ Стараясь сдержать наступление советских войск, гитлеровское командование перебросило сюда на Кавказ с других фронтов авиацию 5 марта советская разведка обнаружила на аэродроме станицы Славянская большое количество самолетов противника В ночь с 5 на 6 марта полку ночных бомбардировщиков была поставлена задача уничтожить эти самолеты Экипажи капитана Санфировой должны были первыми войти на аэродром, сбросить осветительные бомбы, отыскать самолеты и уже потом уничтожить их фугасными и осколочными Погода была плохая, шел мелкий дождь, небо было покрыто облаками, так что земля почти не просматривалась Вражеские зенитчики никак не рассчитывали, что русские в такую погоду решат прорваться в их тыл Но именно в эту погоду они и предприняли эту попытку, граничащую почти с полным безумием Экипажи эскадрильи Ольги Санфировой, ночные ведьмы, как прозвали их, люто ненавидевшие их и боявшиеся ночных ведьм фашисты В четырех-пяти километрах от аэродрома капитан Санфирова перевела свою машину на малые обороты Здесь летчицы сбросили осветительные бомбы и увидели в их свете и аэродром, и самолеты противника Одновременно с этим внизу зажглись пять зенитных прожекторов, которые взяли самолет Санфировой в клеще Вокруг начали рваться зенитные снаряды Санфирова начала бросать машину то влево, то вправо, то вниз, чтобы вырваться из световой клетки Но сделать это ей не удавалось, и кольцо разрывов все время сжималось И вдруг сначала один, а затем и остальные прожектора скользнули своими лучами куда-то в сторону Это выручили летчиц-подруги, отвлекшие на себя внимание прожекторов и зенитчиков Теперь над аэродромом стоял сплошной грохот, земля внизу пылала Эскадрилья выполнила боевую задачу без потерь В мае 1925 года Ольге Санфировой было 8 лет И в мае же 1925 в любимом всеми, без исключения самарцами, Струковском саду Открывался общедоступный летний кинотеатр Кино в городском саду И взрослые, и дети готовы были с самого раннего утра занимать очередь в кассу, чтобы купить билет на лучшие места По будням киносеансы начинались в 7 часов вечера, а выходные на час раньше Но очереди возле касс выстраивались уже часа в 3-4 Потому что купить билет на место в первом или втором ряду Это не только увидеть картину, но и выступления известных комиков Вайс и Нино Которых приглашали ввиду успеха кинокартин у зрителей Лёля была счастлива Родители не только купили ей билет на первый ряд, но и огромную сладкую вату Которую она готова была обнять обеими руками Ей казалось, отпусти она эту вату, и она взовьется вверх И будет летать там, между облаками, над Струковским садом Лёля поднимала голову к небу и смотрела туда, в эту самую заоблачную ввысь Интересно, на кого похоже вот то облако? Кажется, на медведя или на белку? Да-да, на белку, именно такую белку она видела в прошлом году в зверинце Белка грызла орехи, и весь пол под ней был усыпан ореховой скорлупой Совсем как в сказке Лёля тоже протянула ей один орех И потом, уже зимой, не раз вспоминала про эту белку Мол, где ты, белка? Что с тобой? А может, и белка вспоминает её, Лёлю, думала с ей Где ты, Лёля? Как у тебя дела? Где же Лёля? Что с ней? Это было первое, о чём подумала Рухина Гашева, когда её парашют приземлился на минном поле Между советскими войсками и территорией, занятой фашистами Где Лёля? Что с ней? Ответ на этот вопрос она получит только 20 лет спустя В ноябре 1964 года Когда ей придёт письмо от Владимира Силкина из Ельца «Уважаемая Руфина Сергеевна», напишет ей Силкин «Я также участник войны, но не лётчик, а обыкновенный разведчик И у меня в памяти остался эпизод, когда ночью сбили наш самолёт И из него выпрыгнули два человека, приземлившиеся между нашей и вражеской сторонами» Вскоре мы услышали взрыв и крик «Помогите!» Мы немедленно поспешили на помощь Но прежде чем успели подползти к раненной лётчице, она наползла на мину и погибла Медленно ползли облака над Волгой И одно из них было похоже на белку, другое на медведя А ещё одно, вон то, слева, на огромный воздушный шар Такой шар Лёля тоже впервые увидела ещё в детстве в небе над Самарой И он показался ей самым большим чудом на свете Кто знает, может быть, именно тогда и зародилась её мечта об этом самом небе Навстречу этой мечте она будет идти многие годы И когда по окончании девяти классов придёт в аэроклуб в Коломне И когда будет жить в Ташкенте И там, в Ташкенте, тоже по небу ползли такие же облака Облака белки и облака медведя, которые она видела когда-то в её детстве в небе над Самарой Эх, Лёля, Лёля, кажется, спрашивали облака над Струковским садом, где она смотрела в детстве кино Эх, Лёля, Лёля, повторили им облака над Волгой С той над которой она когда-то мечтала о будущем Где ты, Лёля? А Лёля, между тем, была уже в Красной Армии Куда она записалась добровольцем в декабре 41-го Окончив Батайскую военную авиационную школу пилотов В мае 42-го, Лёля, Ольга Санфирова была направлена в действующую армию И летая теперь вот в этом самом небе Среди облаков белок и облаков медведей Мечтала только об одном Чтобы по её земле не ползали гусеницы вражеских танков И чтобы небо над её родиной не разорвали вспышки снарядов Эх, Лёля, Лёля, что с тобой, кажется, шептали волны и облака Которые отражались в этих самых волнах Не забыла ли ты о нас? Увидимся ли мы ещё когда-нибудь с тобой? Нет, она о них не забыла И эта встреча обязательно состоится В декабре 1944 года фашистское командование Ускоренными темпами вело строительство оборонных укреплений По западному берегу реки Нарев На железнодорожной станции Насильск и Цеханов Из глубокого тыла Германии Прибывали эшелоны с войсками и боевой техникой Которые разгружались здесь и отсюда двигались к линии фронта В ночь на 13 декабря эскадрилье Ольги Санфировой Была поставлена задача нанести удар по станции Насильск Ночь была на редкость ясная, звёздная Самолёты подлетели к реке, за которой начинался передний край противника Услышав шум моторов, зенитчики врага попытались выставить заградительный огонь Но эскадрилья Санфировой пересекла эту огненную преграду Сбросила бомбы и ушла в направлении своей территории Где-то там, внизу, горели вагоны с боеприпасами Дрожала земля, рвались снаряды, полыхали станционные постройки Самолёт с Санфировой уже почти вышел из зоны зенитного огня Но вот здесь-то один из снарядов поразил его плоскость Пламя быстро приближалось к фюзеляжу Отдав стрелку приказ прыгать, Санфирова всё ещё не выпускала из рук штурвала Стрелок Руфина Гашева вылезла на плоскость Капитан Санфирова пожал ей руку И Руфина Гашева оттолкнулась левой ногой от самолёта Где же Лёля? Что с ней? Это было первое, о чём подумала Руфина Гашева Когда её парашют коснулся земли на минном поле Между своей территорией и территорией, занятой фашистами А по небу в это время всё ещё летел огромный факел От которого отваливались раскалённые куски Это был самолёт, на котором капитан Санфирова Летела навстречу бессмертию Мчись же эскадрилья над тучами Множь бесстрашных соколов семью Ты лети, родная и могучая В смертный бой за родину мою С вами был Михаил Перепёлкин